Спортивный микс, категория экстра, Голландия, мешок весит у нас 30 кг, первым у нас идут вот такие вот женские спортивные штаны, 40-42 европейского размера, следов износ на них нет. Так, размер М, это у нас вот такая вот танковка спортивная или олимпийка, кому как удобнее, опять же. Размер С, следующая олимпийка женская. Так, я показал, что это спортивные кальсоны, но не знаю, как правильно обозначить, но они с начесом, очень теплые. Размер М, еще один спортивный штаны. Ну, здесь вот дешевая синтетика используется, потому что прям на ощупь чувствуется. Размер М, вот такая вот олимпийка. Так, размер 42-44, спортивные штаны марки Adidas. Вот здесь вот есть пятно, сразу могу сказать. Так, следов износа я этого не вижу. Кстати, о следах износа я чуть не забыл. Если будут попадать следы износа или явные дефекты, я буду о них говорить. Если их не будут, я буду помалкивать. Размер М, еще одна олимпийка. Так, майка. Указания размера, к сожалению, нет. Женская, видимо. Есть у меня такое предположение почему-то. 25-го. Размера английского. Бриджи, по-моему. Так, размер Элька. Еще пять лет. Спортивные штаны, кстати, тоже двухслойные. Немножко утепленные, можно было бы сказать, но нет. Размер М, вот такие вот. Тоже еще одни спортивные штаны. Размер XL. Также еще одни спортивные штаны. Так, следующие штаны указания размера нету. Явно женские. Ну, не знаю, не представляю мужика в таких штанах. Так, спортивная футболка. Стояние отличное. Вообще никаких следов износа нет. Указания размера, к сожалению, тоже нету. Так, 176 указан рост. То еще одни спортивные штаны у нас. Еще одна футболка. Здесь, похоже, используется хлопок, либо что-то очень близкое к этому. Очень плотное, кстати. Следов износа также нет. Указания размера, к сожалению, тоже нет. Так, такая вот толстовка с капюшоном. Размер указан у нас... Размер у нас здесь не указан. Тоже без следов износа. Так, 140 указан рост. Это у нас вот такая вот ветровка. Внутри в этом... В ротнике у нас капюшон, я так подозреваю. Размер XL. Еще одна спортивная футболка. Так, футболка пола марки Adidas. Сейчас я вам ее покажу. Размер указан 2 XL. Вот такая вот футболка пола. Стояние отличное. Также без следов износа никаких пятен. Так, еще одна спортивная футболка. Женская. Также без следов износа. Так, танковка. Мужская, без указания размера. Также 21 размера. Такие вот штаны спортивные. Из полиэстера. Марк Ассоциадор Вудстейд. Размер указан 2 XL. Большие, большие штаны. Теплые. Так, размер 44-46. Я знаю, каким образом он сюда попал. Если такое понятие, как спортивный комбинезон. Хотя у бокс-листов, наверное, есть. Так. Ну, как вам сказать. Вот здесь вот пыль. Надо будет, наверное, почистить. Потом как-нибудь. Размер L. Олимпийка. У нас также без следов износа. Марка Веромода. Размер указан S. У нас еще один спортивный женский штаны. Или шорты. Нет, шорты все-таки. Марка Adidas. Размер указан 2 XL. Вот такая вот футболка. Пола. С 40-го европейского размера. Еще одни штанишки. Так. Олимпийка. На 13-14 лет. Марка Adidas. Яркого синего цвета. Так. Также марка Adidas. Размер указан 32-й. Так. Вот так подозревают. Женские спортивные штаны. Тоже без следов износа. Состояние отличное. Размер L. Также еще одни штаны. Вот здесь вот. Вот здесь вот. Есть небольшое пятнышко. Так. Размер L. Это у нас маечка. Так. 54-го европейского размера. Также. Вот еще одна танковка. Так. Толстовка. Неожиданно. Вот такая вот яркая. Здесь у нас уже есть вот с этой стороны катушки, потертость. Так. На рукавах тоже, к сожалению, есть катушки. Катушки. И здесь на воротнике также есть. Хотелось бы узнать конечный размер. Но почему-то он, да, на размер нигде не указан. Так. 52-54 указан размер следующего. Это у нас вот такая вот Олимпийка. Состояние отличное. Придраться ни к чему. Так. Размер S. С. Еще одни спортивные женские штаны. Марка Adidas. Размер указан XL. На 14-15 лет. Спортивная футболка. Что-то здесь не хватает. У меня есть ощущение. Так. Размер 2 XL. Еще одна спортивная футболка. Так. Размер 22-й английский. Олимпийка. Еще одна. Очень плотная. Следом у нас идет также еще одна Олимпийка. Размер указан L. Тоже очень такой плотный материал. Следов износа нет. Марка Adidas. Размер указан M. Спортивные штаны. Так. Еще одни спортивные штаны. Размер указан XL. Так. Размер также XL. Также еще одни спортивные штаны. Вот здесь вот есть небольшая потерта с районами коленок. На второй коленке я такой же потертый, к сожалению, не вижу. Или к счастью. К счастью, наверное, все-таки. Марка Puma. Размер указан S. Яркая красная Олимпийка. Состояние у нее отличное. Я бы такую себе взял. Ну ладно. Размер L. Европейский. Размер указан. Здесь еще одни спортивные штаны. Так. Размер M. Также еще одни спортивные штаны. Тортосостояние отличное. 42-й, 44-й европейский размер. Это у нас вот такая вот жилетка. Так. Размер XL указан. Спортивная футболка. Поло. Так. На 13 лет спортивные штаны марки Lionsdale. Так. Олимпийка еще одна. 40-й, 42-й европейский размер. Так. 170 указан рост. Это у нас спортивные штаны марки S&D. Вот такие вот. Очень приятные, мягкие. Я бы так и дома ходил опять же. Я бы много в чем ходил дома, честно говоря. Из того, что обозреваю новым. Но нельзя. Говорят, нельзя. Размер M. Марка Adidas. Это у нас Олимпийка еще одна. Размер 2XL. Еще одна танковка. Также без следов из носа. Состояние отличное. Размер 52-й, 54-й. Также еще одна Олимпийка. Так. Футболка. Размер указан L-ка. Спортивная. Так. Толстовка с капюшоном. 165 указан рост. Небольшой начес внутри присутствует. Я вижу. Так. Давайте разверну. Что-то. Что-то. Она у нас как-то наизнанку. Состояние. В принципе, отлично. Это не придраться. Марка Adidas. Размер указан S. Белая Олимпийка. Вот такого формата. Тоже следов из носа не вижу. Хотя вот здесь вот есть небольшое пятнышко. Размер L-ка. Вот у нас футболка пола. Также размер L-ка. У нас спортивные штаны. Так. Размер M-ка. 140-152 указан рост. Это у нас футболка фирмы Nike. Марка Adidas. Опять же размер указан XS. Еще одна спортивная футболка пола. Так. Следующий у нас идут спортивные штаны. Указания размера нету, к сожалению. Следов из носа я также не вижу. Так. 158-164. Это у нас еще одни подростковые спортивные штаны. Марка Adidas. 42-44. Европейский размер указан. Олимпийка. Так. Марка Nike. Размер указан L-ка. Это у нас еще одна футболка. 42-44. Вот такая толстокая с капюшоном. Так. Также следов из носа я не увидел. Размер 38-й европейский. Бренд, который редко когда появляется в спортивных миксах. Точнее я до этого вообще никогда его не видел. Спортивные штаны марки HILFIGURE. Неожиданно я увидел. Размер M-ка. Марка Nike. Вот такая вот олимпийка. Очень плотная, кстати. Для занятий спортом на свежем воздухе. Не в особое теплое время суток. Ну ладно. Не в особое теплое время года. Идеально подойдет. Спортивные штаны следом идут. Размер M-ка. Марка Nike. Также олимпийка. Так. Танковка марки Nike. Размер указан L-ка. Марка Крейн. 52-54. Указан размер. Это еще одни штаны. Размер XL. Также еще одни штаны. Размер L-ка. Футболка. Так. 164 указан рост. Это у нас еще одни спортивные подростковые штаны. Которые можно переделать в шорт. Вот здесь вот они у нас отстегиваются. Размер XL. Или нет. Нет. Что-то я путаю. Размер M-ка. 40-42 европейский размер. Спортивные штаны марки Крейн. Марка Adidas. 18-й английский размер указан. Это у нас еще одна футболка пола. И следом идут шорты. 34-й, 36-й европейский размер. Также не придраться ни к чему. Размер L-ка. Марка Крейн. Еще одна олимпийка. Наверное, можно так назвать. Также марка Крейн. Размер указан L-ка. Также еще одна олимпийка. Размер S-ка. Вот у нас. Такие вот штанишки. Размер S-ка также. Вот еще одна олимпийка. Марка Капа. Следов износа нет. 52-й, 54-й европейский размер. Также еще одна олимпийка. Также без следов износа. 22-го английского размера. Спортивные штаны. Так, 36-го европейского размера. Вот такие вот бриджи. Размер указан XL. Это у нас спортивная футболка. Размер L-ка. Также еще одна спортивная футболка. Так, размер также XL. Также еще одна спортивная футболка. Так, олимпийка. 48-й, 50-й европейский размер. Марка Крейн опять же. 88-й. Нет, размер указан X-с. Что-то я опять не начал зачитывать. Это у нас спортивная футболка. Еще одна. Так, размер указан XL. Также еще одна спортивная футболка. Марка H&M. 170 указан рост. Вот такие вот штаны. Так, марка Жанина. 48-й европейский размер. Также еще одни штаны. Так, марка Adidas. Это у нас олимпийка. Еще одна. 38-й, 40-й европейский размер указан. Какой-то такой очень странный, необычный формат. Так. Также еще одни штаны. Указания размера, к сожалению, здесь у нас нету. Следов износа также я не вижу. Так. Олимпийка марки Крейн. Размер указан L. Так, еще одна олимпийка. 40-й, 42-й европейский размер. Тоже марка Крейн. Марка Nike. Размер указан M. Очень плотная футболка. Марка Giada. 44-й, 46-й европейский размер. Также еще одна. Еще одни штанишки. Марка H&M. Европейский размер указан S. Тоже еще одни штаны. И следом у нас идут последние, кстати, штаны. 44-го, 46-го европейского размера. Марка Крейн. Так. Ага. Вот здесь вот есть пятна. Вот здесь вот есть пятна. А в принципе никаких следов износа других я не вижу. На этом все.